Итак, всем привет, с вами Миха Драгдрагон, и сегодня мы поиграем в игру под названием Untilt. Это снова инди-хоррор, и я скачал его давно, он у меня лежит на компьютере, и я даже, честно говоря, забыл о чём он. Поэтому сейчас будем выяснять. Итак, вам нужно находиться в тёмной комнате с наушниками, так что надевать наушники так будет намного атмосферней. И что-то мы там рекомендуем, больше получать опыта какого-то, не знаю. Или получить больше опыта в хоррорах, наверное. Ой. Наверное, игра страшная. Так, мы, наверное, я так понял, в каком-то сне, что ли, сейчас будем, или что. Но мы в каком-то странном... Ага. Ну да. Мы явно не в реальной жизни. Это то ли снежок, то ли... Маленькие звёзды, то ли пыль, то ли ещё чего. Ну, в общем, местечко достаточно стрёмное. И попадаем мы... В ещё более странную комнату. Походу, это даже детская, что ли. Может быть, это наши воспоминания. Чё там? Тейлов, континьюса, крафт... Ага. Чё-то надо построить. И... Никогда... В общем, ладно. У меня с английским проблема. Я буду больше на геймплей обращать внимание. Я не знаю... Ничего, что было ранее, что ли. Ну, блин. Я говорю, что в английском я не силён. Если кто знает английский... Так, ладно, хватит. Хватит. Блин, теперь ты не замолкнешь. Зашибись. Ребилдинг старт вон степет тайм. Отч-чё-чё-чё-чё. Дверь открылась. Ага. Попадаем мы с вами... Уже не в тёмное пространство, а в коридор. Ё-моё. Да, кстати, хотел вам сказать то, что если кто-то знает английский, то, пожалуйста, может кто-то написать в комментариях, что да как, потому что, ну, реально тут что-то сложновато и больно английский для меня. В этой игре. Пикчер. Няшка. Няшка-пингвинчик. Отлично. Я хотел закрыть сам дверь, но дверь закрылась сама. Так, круто. Неужели это... Одна из тех игр, где комнаты будут повторяться, только они будут немножечко так изменяться. Охренеть. Так, выключись. Три... чё? Три... сайдс. Так, ребёнок. Три... И... Три... Трогают тебя. Блин, какой-то бред. Чё происходит? Чёрное сердце. Картина. И пингвинчика перевернули, ё-моё. С руками в крови и сердце, с сердцем горящим, только ты уверен в жизни, которая будет после, это, а, в жизни, которая должна продолжаться. Это должно продолжаться, блин, стрёмно, что же должно продолжаться-то? Так, не такое я продолжение, я хочу жизни. Кто там стоит? Алло, дядя Петя? Надеюсь, это почтальон, потому что если это не почтальон, то это херово. Почтальон, почтальон, фиг он ушёл. Двух, и полоножен налево. Брэс, а он был ласт. Там что-то последний. Суккуб это что-то, ну, общем, Суккуб это демониха, смерти. Райс, а в воскресни, в пустыне. Оригинатинг. Я не знаю, что такое оригинатинг. В общем, закат, вроде как, или нет, или восход. Нет, закат, скорее всего. Отдыхай в тишине или в мире. Больше ничего более. Был рождённым. Блин, тут мне стрёмно вот к этой фигуре подходить. Которая стала 2D-шной. Департинг, типа, перемещение, депортация. Я не знаю, как это более правильно перевести. Комфорс, не знаю. Спроутинг плэн, тоже не знаю. Ладно, здорово. Интерактивничали. Оп. Поинтерактивничали. И где мы? На этот раз будем. Отлично. В тюрьме. Или в психушке. Давайте выяснять, где мы. Ну, больше, конечно, похоже на тюрьму. Пока что. Дом, милый дом. Охренеть, милый дом. Такой, милый дом, что всё в кровяке. Кровь. Будто я не знаю, что это кровь. Ну да, может быть, это кетчуп. А это на самом деле не туалет, а раковина. Мне прям подсказывают, что это туалет. А это раковина. Опять дом, милый дом. А это что лежит такое? А у меня же фонарик есть. Опа, меня пропускают дальше. Интересно. Здесь кто? Тихо. Какое-то из степи началось. Это что такое? Это какой-то тёмный куб. Куб в темноте. Тёмный куб в тёмной темноте. Масло масляное намазано на масло. Так, дотроньтесь до эзотерической пирамиды. Господи, Иисусе, ладно. Что? Что? Она мне врезалась. Я что-то сделал неправильно. Мне не надо было до неё затрагиваться. Бляха-муха, значит, не будем... А, не, я что-то сделал правильно. Разиться. Быть рождённым. Жить. Умереть. Сдохнуть. Жить. Сдохнуть. Жить. Быть рождённым. Ах ты ж, етить, колотить. У нас обстановка переменилась. Теперь мы, видимо, в другой камере. Или это просто та же камера, но тут просто всё переместилось. Это кровать у нас. Откуда мы проснулись? Туалет, опять раковина. В раковине ничего нету. Идём дальше. Оп. Никого. Так, я больше не буду отрагиваться до этой пирамиды. Пошла она в жопу. Ага. Встаньте сюда. Угу. Сейчас. Читайте первую записку. А, это типа 1-2. Окей. А тут чё? 3-4? Нет, 2-3. И чё толку? 2-3 и 2-3. А-а-а. Андерс Милитут. Чё-то там внутри. Не знаю. Чё-то с руками связанное. Вопросы. Почему? А-а-а. Ребёнок. Что это был за ребёнок такой? А-а-а. Всё ли... Это... Ну, это настоящее? Или это правда ли? Я не хочу больше играть в это. Не знаю. Я пока хочу. Мне интересно. Мощно. Мощно. Не, или force, force. Нет. Force, force. Блин. Ладно. Я слышу шаги. Кто-то прошёл. Кто-то ходит за дверью. А-а-а. Свет во сне. Биттен и брокен. Чё-то биттен, я не знаю, что такое, а брокен, по-моему, это в заперти. Open door. А-а, это не шаги, это был камин. Кресло. Или пуфик. Не, кресло. Треугольник. Может, тут надо книжку найти и откроется какая-то потайная комната? Нет. Спроутинг. Это, наверное, росток. Жизнь. Смерть. Заткнись. Fireplace. Э-э-э... Бог сделал... Комплекс... Насегда... С победой. С победой? Я не понял этого сообщения. Читайте записки. Меня заставляют всё это делать. Меня всё заставляют. Я опять где-то в небытие... А, нет. Треугольнички грузятся. Где я? Окажусь в этот раз. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Круто. Ну, просыпаемся. Ох, ёп, налево. Ох, ёп, налево. Так. Э-э-э... Рома. Открой свои глаза и... Увидишь башню в рай. Так. Э-э-э... И... И твоё тело... Будет... В каком-то лесу... В лесной... В лесном... Массиве. Я не знаю. Флорота. Флорота. Это потолок или... Пол. Рейс. В... Так. Ладно. Хорошо. Next. Вот теперь точно шаги. Так. Тут что-то связано с душой. Которая... Дистанцируется. И, значит, она протестует против... Чего-то, что должно произойти... С тобой. Где... Где ты? Как... Как я здесь... Что... Что я, наверное? И почему... Я здесь опять? Вопрос тут же самый. Э-э-э... Так. Э-э... Найди... Чего-то в глубине... Своего разума. И реализуй что-то... Ты... Не знаешь... Кто... Ты. Next. Кто ты? Next. Ты ходишь... Э-э-э... В... Своем разуме и... Плачешь... В своем сердце. Так. Плачь... Это... Твое чувство... Которое... Связано с каким-то звуком... Э-э... В пределе... Ты... В пределе нервов ты смотришь... На какую-то сборку... Фабрики... Лжи... Дотронься... До строения... Ты... Должен бежать... Так. Внутри... Тебя... Происходит какое-то шок... Шоковое состояние... Ты видишь... Своего ребенка... Который... Ммм... Который именно... Который умер в лесу... И что-то в этом роде... Ты находишься... В Норчуре... Не знаю, что такое... Твой маленький ребенок... Летает... Возле тебя... Так... Туман... Вокруг тебя... Был... И в лесу очень темно... Так... Ребенок... Завзвал тебя... Ты искал его... По всему пути... И... Пытался выбраться из... Мистического леса... Ничего... Ничего... Фигура... Которая... Тебя... Пугала что ли... Ты... Ты... Стартуешь... С... С... Пути... Который тебе поможет... Внутри... Чего-то близкого... Ты видишь... Какое-то... Сооружение... Ой... Какую-то фигуру... Скорее всего... Это человек... Будущего... И... Какой-то экспрессион... Типа... Не знаю... Опытный... Я не знаю... С опытом что ли... Он боится... Какого-то ребенка... И... Тебя... Всего... Ты смотришь... На ребенка... Где ребенок? Где... Куда пошел ребенок? Что за ребенок? Так... Посмотрев назад... Ты... Видишь... Снова фигуру... Ты смотришь... Эээ... Не знаю... Ваниши... Это что-то знакомое... Потому что был хоррор Ваниши... Я помню... И есть такой порошок Ваниши... И в общем эта... Фигура остается... Одна... Далее... Эээ... Туман продолжает... Окружать тебя... И ты... Эээ... Все больше и больше... И ты пытаешься сбежать отсюда... Ты ищешь дверь... Ты... Пытаешься найти выход отсюда... Вокруг деревьев... Так... Ты надеешься, что выход... Он где-то в пределе твоих... Эээ... Возможностей... Ну, рук возможностей, скорее всего... И ты... Находишь эту дверь и... Открываешь ее... Эээ... Войдя в дверь, ты... Эээ... Эээ... Делаешь... Что... Что-то... Далее... Книги... Они... Линия... Твоей... Твоего... Эээ... Твоего что-то левого... И... Они отдыхают... Вокруг... Ммм... Камина... Твоей... Твоей правды... Ты... Пытаешься... Ты... Встревожен, что видишь... Эээ... Маленькую... Пил, пил, пил... Что-то маленькую... Подушку, наверное, или что-то там вроде... И... Вокруг педестала... Просто... Дерево... Дерево... Рисунок... Линия... Дверь... А, дверь... Линия, стена... Так... Эээ... Дерево... И смерть... Оно... В какой-то... В тихом состоянии, в общем... Ищет... Твой выход... Бумаги... Тебя пытается... Догнать... Прочитать... Первую... Линию... Проснись... Неужели закончатся эти... Письмена уже, наконец-таки... Потому что их очень сложно читать... Очень-очень сложно читать... Я процентов, наверное, на... Семьдесят что-нибудь переврал, по-любому... Так, снова жизнь... Так, выключись... Fireplace... Опять я в этом месте... Ай, бляха, муха... Вот же ж... Скотина... И куда я теперь... Напро... Опять, что ли? Ааааааа... Так должно быть... Ух ты ж, ё-моё... привет иди туда типа дверь но там же будет все повторяться я не хочу пожалуйста не надо я не хочу заново читать все эти письмена они очень сложные а нет и тут нам типа предлагают выбор что ли какой-то или чего почему такая громкая музыка open door а что в той она не одинаковые так это какой-то ребенок ребенок окно о фигура опять черная привет ты меня напугала или напугал так хорош ребенок чё там чуть такое кровь в руках или что-то хангерс хангерс голодная кровь проснись я пытаюсь проснуться но я не понимаю что происходит форме так проснись это твой сон в твоих чего-то там включить радио ой но полетела каждый день ты ищешь ребенка ой тут какие-то странные письменность о господи как будто чик как будто китайский читаем так я конечно боюсь сейчас с этой музыки не связаны авторские права так что я постараюсь побольше говорить да конечно это не круто с атмосферой будет но что поделаешь в общем что-то с оружием твои и ладно мэйн меню я думаю идти в майн меню потому что ну в общем то что я могу сказать об этой игре ну игра скажем так поражает интересно сделано и главное дело что вроде это считается как хоррор но я бы сказал что какой то такой квестик небольшой что-то схожее с пяти или я не с континью зали я сравнить не буду кто у меня когда не смотрел хоррор под названием континью зали можете посмотреть меня в плейстах это вообще жопа это ни в каком сравнении просто там просто хоррор на хоре но концепция была похожа там тоже ходишь каких-то комнатах которые похожи друг на друга и они постоянно меняются и происходит что новое но тут это сделано как-то более искусно что ли как-то более сфилософский и красиво в общем история более красивая я постарался выложиться на все свои субъекты на все сто со своим мозгом который очень хреново знает английский я не знаю как я перевел но вроде бы все что происходило более-менее совпадало с действиями которые предлагала игра так что я думаю что было все примерно на 40 процентов правдиво то что я переводил надеюсь а если кто знает английский очень хорошо намного лучше чем я я уверен то можете в принципе в комментариях написать о чем и из о чем вообще там говорилось и им по возможности исправить то что я неправильно там переводил я даже больше с любопытством прочитаю то что вы напишите если напишите ну а с вами был миха дар драгон ставьте лайки связь комментарии подписывайтесь и надеюсь вам понравилось всем пока